Здравствуйте! Копаясь в своих барахольских закромах, нашел старенький CD-плеер Panasonic SL-SX510 и решил его сравниться с более современными портативными источниками, как тот же смартфон и связка смартфон с ЦАП-усилителем. И на первый взгляд все максимально очевидно, потому что пусть данный CD-плеер и не относился к каким-то уж совсем бюджетным, здесь даже есть линейный выход, чтобы подключить к усилителю и потом слушать музыку на колонках, но тем не менее он старый и если вспомнить какие-то совсем уж старенькие ЦАП-усилители, там 10-15 летней давности, то они значительно уступали каким-то современным устройствам. Все-таки прогресс идет вперед и я думал, что просто, ну, здесь проще простого, 5-минутное прослушивание, минуту там, минуту здесь и все, самое легкое видео готово, даже ничего слушаться не надо. Но приходилось слушаться и даже в некоторых моментах ты сам уже сомневался, а что все-таки лучше и насколько оно интереснее. Проблема в том, что по подаче они получились очень схожими, то есть здесь нет каких-то нейтральных устройств, мониторных устройств, которые были бы прям явно вот куда-то в аналитику, это все с какими-то приукрашательствами и в некоторой степени схожими, то есть различается, по сути дела, только агрессивность их подачи. Поэтому начну, пожалуй, сравнение смартфон против CD-плеера без ЦАП-усилителя и потом уже сравним ЦАП-усилитель с CD-плеером. Для тестирования использовались наушники Fio FD3 и я думаю, что большего FH3. Ё-моё, с этими FD3 постоянно я уже их путаю, потому что сидят в голове и все, сколько видео подряд. FH3 нормальные наушники, которые могут вполне себе показать способности каких-то бюджетных источников. И проблема заключается в том, что они, в общем-то, схожи. Samsung Note 8 это не какое-нибудь там аудиофийское устройство с какими-то сверхкрутыми ЦАП-усилителями, фильтрами, либо же еще чем-то. Но здесь, по крайней мере, Samsung решили не косячить и не делать какого-то своего фирменного звучания с какими-то встроенными, не выключающимися улучшайзерами, либо же еще чем-то. Это, в принципе, нормальное звучание с такими небольшими приукрашательствами, которые здесь, в общем-то, необходимы для того, чтобы звук не был совсем уж скучным, для того, чтобы как-то компенсировать далеко не самую лучшую детальность. Но при этом устройство хорошо ведет себя на высокой громкости и не создает каких-то проблем в виде каши, мешанины, каких-то слишком резких звуков, сибириантов, либо же еще чего-то. То есть нормальное бюджетное устройство в плане звучания. И в случае с CD-плеером, в общем-то, ситуация получилась очень схожей, потому что здесь, естественно, есть эквалайзеры, которыми я не пользовался. Хотя, в принципе, функция с увеличением баса здесь сделана очень интересно. То есть очень аккуратно поднимается бас, и не просто как-то количеством, а даже веса немного добавляется. Это немного разные вещи, и его здесь реализация сделана грамотно. Но, естественно, пользоваться не хочется, потому что привык уже к более такому сбалансированному звучанию. Так вот, по детальности, как ни странно, все-таки CD-плеер выигрывает. То есть, несмотря на то, что он уже старенький, здесь все очень простое, но я понимаю, что один и тот же трек, фактически качество одно и то же. Пожалуйста, выдавай себе то же качество, что и CD-плеер. Но нет, этого не получалось. По проработке именно самих инструментов я понимаю, что CD-плеер тащил, и звук получался лучше. Но при этом у него есть некоторые проблемы с высокими частотами, потому что детальность-то он может хорошую дать, но нормально сконтролировать ее не получается. Поэтому слушал с Céline Dion, где вокал записан очень хорошо, там прям его не старались как-то немножечко там задушить, как-то немножечко убрать. Он очень звонкий, он мощный, сильный, очень так хорошо уходит туда в высокие частоты. И в некоторые моменты как раз-таки CD-плеер не справлялся. Я понимаю, что это уже звук, который даже на приемлемой громкости, которая спокойненько отыгрывается смартфоном, уже доставляет некоторый дискомфорт, потому что есть небольшая перегрузка. Смартфон себе такого не позволял и звучал хорошо на совершенно разной громкости. И как ни странно, на низких частотах такая проблема не проявлялась. То есть там тоже, казалось бы, должно уходить уже немножко в гул, должно немного теряться по тем же инструментам, все это сходится в одно. Но этого не происходило. То есть низкие частоты все-таки воспроизводились более-менее качественно. Поэтому очень так 50 на 50. То есть как аудиофильское, с аудиофильской стороны, естественно, в CD-плеер звучал поинтереснее, потому что деталей чего-то вот можно было услышать больше. И как ни странно, даже по сцене получалось немного шире. Хотя это и не странно, потому что детальность в ее адекватном смысле лучше, то есть искажений получается меньше, мы можем лучше читать саму сцену, слышать саму сцену. И это сказывалось в смартфоне, и это все уже происходило немного упрощеннее. Потому что какой бы файл бы вы не искали, но при обычном прослушивании все равно в микшер Android свои некоторые коррективы делает, и мы некоторые потери также имеем. Поэтому все это можно обходить теми же хайби-мьюзик, прямой передачей звука, когда мы пользуемся теми же нацапо-усилителями, но это уже отдельная замороченная история. Не хочу сейчас на этом сильно углубляться. Поэтому все крайне-крайне неоднозначно. И в случае, когда подключил iBAS ADC-05, здесь стало еще сложнее, потому что музыка, опять-таки, селензион мне понравилась, потому что инструментов много, вокал очень хороший, и она прекрасно подходит для того, чтобы как раз-таки все это проверить. И здесь уже скрылась проблема iBAS ADC-05, то что он достаточно резкий, то есть он агрессивный, и если высокие частоты где-то там что-то не слишком аккуратные, то он все это покажет. Поэтому я достаточно долго слушал, именно сравнивал CD-плееры и именно связку с DC-05, и я понимаю, что все-таки CD-плеер определенно звучал лучше. И тот косяк, о котором я уже говорил, то что на высоких частотах он не очень хорошо порой справляется с вокалом на высокой громкости, в том, что звучание получается слишком резким, как несколько раз в комментариях слышал слово перешарпленный, это касается больше к фотографии, но здесь оно прям подходит, то есть перешарпленное звучание, и вот здесь эта проблема хуже, чем в CD-плеере, то есть все-таки особенно на высокой громкости CD-плеер справлялся лучше. В чем выручал именно iBus? Что выручало iBus? Это его мощность. Все-таки она здесь значительно выше, чем в плеере, поэтому по массе, особенно на тех же низких частотах, частично тоже на середине, звучание получалось более интересным. За счет того, что все-таки он агрессивный, он уходит в такую псевдодетальность, мы получаем вроде как деталек больше, но получить от них удовольствие уже достаточно так проблематично, потому что понимаешь, что хочется громко сделать пониже, а все же, чем мы делаем выше громкости, нам кажется, что все звучит детальнее, все звучит лучше. И, естественно, все это нужно сравнивать на одну и той же громкости, для того, чтобы не было каких-то проблем с восприятием, как я уже сказал, делаем громче, кажется лучше. Но в случае с DC-05 хотелось сделать тише, и тогда это было бы неправильно. В общем, такая ситуация, которая немного так выводила из нормального темпа в сравнение, то есть то, к чему уже привык к какой-то системе, по шаговым пунктам, здесь это делать так не получалось. Поэтому общий вывод, я не знаю, как бы это странно ни звучало, но похоже, что CD-плеер в данном случае у нас получает первое место, потому что это более сбалансированный такой вариант, более интересный в том плане, что может вроде как и куда-то в аналитику, то есть там уже и по деталям все интересно, по сцене все интересно, в целом мощности для внутриканальных наушников у него хватает, там проблем нет. Если бы я взял полноразмерные наушники, то вывод был бы другой, я его сейчас чуть позже и скажу. Поэтому в случае с данным комплектом, с данными наушниками, CD-плеер это первое место, потому что все-таки он наиболее сбалансирован, второе место у нас уйдет смартфону однозначно, потому что еще более сбалансированный. Я выводы продумал в голове, но они звучали немного иначе, сейчас я это все решил переиначить и понял, что зря. То есть здесь в случае смартфона мы уже не получаем такой детальности, он ощущается все-таки немножечко проще и, соответственно, второе место. Но при этом более удобный, потому что на высоких частотах, где-то на низких частотах, там все намного аккуратнее, намного проще, нет каких-то шероховатостей. И в случае с DC05 третье место, потому что больше всего каких-то недостатков присутствует. И если бы мы взяли полноразмерные наушники, то все бы изменилось ровненько до наоборот, потому что потребовалось бы больше мощности, которую нам может дать DC05, там банальные какие-нибудь полноразмеры, пускай 50 Ом с средней чувствительностью, и все, этого уже будет достаточно. DC05 бы вырвался на первое место, особенно если это какие-нибудь бюджетные наушники, которые не сильно-то и могут детальность. То есть своей агрессией DC05 дал бы нам детали, своей мощностью он бы дал нам нормальные края частотного диапазона и, соответственно, более-менее какой-то баланс был бы. Смартфон оказался бы на втором месте, потому что все-таки подразумеваю, что здесь мощности больше, чем в CD-плеере. Хотя по громкости такое чувство, что как раз-таки CD-плеер мощнее. И сидушник уже, да, на третьем месте, потому что, ну, все-таки здесь батарейки, это два, две пальчиковые мизинчиковые, то есть мы тут особо не то чтобы DC-DC-конвертеров никаких не получим, но нормальные мощности в общем итоге мы бы тут никак не получили при всем своем желании. И, тем не менее, для меня вывод остается очень таким необычным, потому что, ну, я ожидал, что CD-плеер сольется, однозначно сольется, потому что это устаревшие технологии, которые будут уступать современному портативу. Но, как оказалось, все не так просто. Поэтому, и опять же, был бы другой CD-плеер, были бы другие выводы. Я сейчас не говорю, что вот однозначно все CD-плееры, они будут занимать тут вот такие вот места. Это просто эксперимент, который связан с моим устройством, которое у меня было в наличии. Ну, пока что есть, потому что на барахолку все равно выставить надо. Но я не буду выставлять никаких своих ссылок конкретно на этой модели, то подумайте, что тут, о, решил продать, понимаете ли, свой CD-плеер, никому не нужно, и чтобы побыстрее ушел. Вот целый видос запилил. Нет, все. Когда выставлю, не знаю. Может быть, сегодня, может быть, через год, может быть, не знаю когда. Поэтому не думайте, что это как-то взаимосвязано. Поэтому все, буду закругляться. Если есть что сказать по этому поводу, там тоже делали какие-нибудь сравнения, то будет интересно это послушать в том числе. На этом закругляюсь. Естественно, по ссылке в описании вы его не найдете, как я уже и сказал. Все, счастья, здоровья. До скорых встреч.